Девушки отдыхают Но порой кажется, что их единственное назначение — срывать наши планы. Если снять одну из этих штук, то сразу видно, что вблизи она больше, чем кажется. Красный всегда сверху, зелёный — снизу. Если светофор горизонтальный, то красный всегда слева, а зелёный — справа. Чтобы даже дальтоник знал, когда остановиться, когда ехать. И для страховки всегда два комплекта светофоров для каждого направления. Это ради безопасности. Если перегорит лампа, всегда есть дублёр. Кто же управляет этими светофорами? А вот кто? Городские власти, компьютер и даже... Вы. Мы в городском центре управления светофорами города Миссисауга. По этой карте они следят за светофорами на всех перекрёстках города. В центре управляют двумя вещами. Временем, за который сигнал любого светофора зелёного сменится жёлтым, красным, снова зелёным. И синхронизацией работы других светофоров. Остальное управление осуществляется непосредственно на каждом перекрёстке. На каждом перекрёстке здесь есть компьютер, регулирующий продолжительность включения сигналов. Как ни странно, это не постоянная величина. Она меняется в течение дня. Например, во время утреннего часа пик улица полна жителей пригорода, двигающихся на работу в центр. Чтобы облегчить движение, зелёный в час пик горит дольше, чем обычно. Это всё замечательно. Но что если в час пик вы двигаетесь перпендикулярно этой улице? Вы будете постоянно останавливаться на трёхный свет, потому что едете на перерыве с основным потоком. Однако я сказал, что вы сами тоже управляете светофорами. Во многих местах есть датчики, расположенные по дорожным потокам. Эти датчики вовсе не регулируют на вес, как многие думают. Они продуктивные петли, а проще говоря, детекторы металла. На этой перекрёстке осматривается культур петли. Когда вы проверяете над петлёй металл, ваша машина воздействует на датчик и сообщает компьютеру, что вы здесь ждёте. На некоторых перекрёстках датчики установлены под крайней левой полосой. Если компьютер обнаружит там машины, то включит стрелку поворота налево. Если машин там нет, то и стрелка не включится. Некоторые светофоры полностью управляются датчиками. Вот перекрёсток тихой улочки и улицы с большим движением. Красный свет за моей спиной не сменится зелёным, пока датчик не заметит машины, подъехавшие по тихой улочке. Итак, компьютеры и индукционные петли. Но всё-таки, взаимодействуют ли светофоры между собой? Отвечу и на этот вопрос. Видите ли, управление светофорами построено на компромиссах. Если вы хотите дать предпочтение одному направлению, то кому-то придётся за это расплачиваться. Вот что я имею в виду. Проще всего синхронизировать светофоры на улице с односторонним движением. Так как почти все движутся в одном направлении. Расплачиваются здесь те, кто ждёт зелёного, чтобы пересечь эту улицу. Если улица с двусторонним движением, то всё усложняется. Как здесь синхронизировать светофоры в обоих направлениях? Если вы выберете одно направление, тогда в проигрыше окажутся машины, следующие в другом. Теперь введём в модель крупное шоссе в направлении север-юг. Тут, кажется, невозможно синхронизировать светофоры для всех водителей. Слишком много переменных. Поэтому в центре управления идут на компромиссы. Во-первых, они решают, какие транспортные потоки будут пользоваться привилегиями в различное время дня. Потом с помощью компьютерного моделирования находят лучшие варианты, позволяющие приоритетному потоку двигаться без создания неоправданных задержек другим водителям. Поэтому, когда в следующий раз перед вами несколько раз подряд загорится красный свет, будьте уверены, вы не входите в транспортный поток, которому пытается помочь система управления. Просто вы едете не туда и не тогда, когда нужно. Для системы не все равны. Некоторые машины имеют преимущество. Вот наглядный пример. Перед вами машина пожарной охраны города Миссисауга. Смотрите. Это фара-стробоскоп. Особая мигалка. Когда машина приблизится к перекрестку, ее узнает датчик, расположенный над светофором, и включит зеленый свет до тех пор, пока машина не проскочит перекресток. Почему только пожарные машины оборудованы этой системой? А как же скорая помощь и полиция? Но из-за своего размера пожарные машины не так маневренны, как машины скорой помощи и полиции. Если уж они наберут скорость, то им труднее тормозить. Благодаря мигалке они быстрее и безопаснее добираются до места пожара. К сожалению, не все мы можем водить пожарные машины. Но знаете, когда светофоры словно сговорились против вас, полезно иметь друзей в нужных местах. Центр управления. Привет, Джавид. Это Крис Робинсон. Понимаешь, я тут застрял на красном, на пересечении Эглингтон и Бёрнамторб. Не поможешь? Что ж, попробуем тебе помочь. Замечательно. Пытливые умы Замечательно. Продолжение следует...